Да, слава Богу, слава Иисусу Христу, Спасителю нашему, Господу нашему. Аллилуйя! Вроде как все налажено теперь, да. Приветствую, кто подключился сейчас, кто уже подключен во имя Иисуса Христа. И особенно Любовь Давидовна сейчас благоставляем. Вот она хотела быть, но не смогла, но благоставляем ее сейчас дома прям во имя Иисуса и Алексея Ивановича, и всех братьев, сестер благоставляем во имя Иисуса Христа. Поэтому Алексей Иванович, если подключились в итоге, тоже привет всем огромный. Кстати, он вчера как раз говорил, что общался он с пастором Сергием от Паночки, тоже привет передавал. Поэтому тоже пользуюсь случаем там, привет передаем, слава Богу. Вот, и сегодня у нас служение здесь на Кловской, помещение вот это, где мы проводили служение всегда преображенное такое. Теперь уже совсем другой выглядит, да, вид совсем другой уже, уже человеческий такой. А то как бы люди приходили, у вас как в катакомбах, так вот, как у древних христиантов. Так вот, но ничего, мы и так можем, и так можем. И так, слава Богу. Да, и так, слава Богу, и так, слава Богу, за все, слава Богу. Вот, так что, кто подключился к трансляции, то скажу, что здесь служение на Кловской, прямо возле станции метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6, 4 этаж, с 9 утра, в воскресенье, приходите. Вот, обычно наш благочинный здесь ведет служение, отец Алексей Прошак. Сегодня его нет, но Духом он с нами. Да, слава Богу, порой мы не всегда можем физически быть, допустим, друг с другом, да, но сердцем, Духом вместе. Помолимся, друзья, помолимся. Благословен Бог наш, Царь наш, Владыка наш, Отец наш. Благослови нас, благослови сегодняшнее дослужение, благослови Господь, благодарю Тебя за преображение этого помещения, за ремонт, за УТОС, за это предприятие. Благодарю Тебя, Боже, и благоставляю великое имя Твое. Боже, пусть и в этом преображенном зале помещения, пусть прославляется всегда святое Твое имя. Боже, слава Иисусу Христу, на веки слава Богу Святому. Аминь. Благословен Бог наш, всегда, ныне и пресно, во веки веков. Аминь. Символ віри. Вірою в единого Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і земли, всього видимого і невидимого, і в единого Господа Иисуса Христа, Сина Божого, Єдинородного, що від Отця народився перш всіх віків. Світ від світла, Бога істинного від Бога істинного, рожденного, несотворенного, єдиносущого з Отцем, що через Нього все сталося. Він для нас, людей, і ради нашого спасіння зійшов з небес і воплотився від Духа Святого, і Марії Діли, і став чоловіком. І був розіп'ятий за нас при Понтії Пілаті, і страждав, і був похований. І воскрес на третій день, як було написано, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І знову прийде в славі судити живих і мертвих, і царству Його не буде кінця. І в Духа Святого, Господа істинного і животворчого, що від Отця походить, що Йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава, що говорив через пророків і в єдину, святу, соборну і апостольську церкву. Визнаю одне хрещення на відпущення гріхів. Чекаю воскресіння мертвих і життя будуючого віку. Амінь. Амінь. Благословен Ты, Бог наш, Спаситель наш. Благодарю Тебя за веру апостольскую, веру христианскую. Благодарю Тебя, Боже, що цей символ вери ми ісповедуємо. І сьогодні, 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 спустя ці два тисячелетия, благослови нас сьогодні. Благослови, Господь, наш, це собрання. Благослови, хто не змог бути, благослови їх прямо счас, хто і в трансляції смотрит. Благослови, Алексею Івановичу, сейчас во імі Ісуса Христа. Любовь Давидовну, благослови, Господь, всіх братьев, сестер. Благослови, Господь, во імі Ісуса Христа. Слава Тебя, Боже наш. Благословен Господь. Амінь. 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 Тоже, і помолимся за, якраз, ісцелення. Тоже, і за Любовь Давидовну, і за Алексею Івановичу, за... Ну, за всіх, за всіх, за всіх. Вот, сьогодні называють День прощеным, да, вот, і тема, якраз, прощення. Потому, что Бог, Он во Христе простил нас, примирил Собою нас. Поэтому і у нас є служення, примирення і прощення. Слава Богу! Спасиба Тебе, Господь! Я благодарю Тебя, милостивый Государь. Благодарю Тебя, Бог Святой, Великий, Бог Богов, Господь Господствующих. Благодарю Тебя за Твоє прощення, за Твоє исцелення, Твоє благословення, Боже. Которе Ти дал нам 2000 років назад. І сьогодні вони, ці благословення всі, вони становяться нашим достоянием. Через веру во Христа Ісуса. Благодарю нас. Тому що без Тебя ми нічого не можемо зробити. І навіть і верувати не можемо правильне. І вообще нічого не можемо. Действительно, хорошого, нічого. Вот, всього другого, може, може, багато чого. А вот хорошого – нет. Боже, і прошу Тебя, благослови нас. Благослови, Господь, сьогодні нас. Во имя Ісуса Христа. Благослови, Господь, братьев, сестер, нуждающихся сьогодні в исцелении, принять от Тебя це божественне исцеление, которое Ти дал нам, дарувал нам на кресте Голговском, в крові Місії, в крові Ісуса Христа. Боже Всемогущий, прощення. Помоги принять тем, хто ще... Боже, сегодня нуждается в этом прощення. Ты всем нам, Боже, даруй эту благодать, Боже, и принимать от Тебя прощение, и раздавать его, Господь Боже. Будь прощеным и прощать. Слава Тебе, Господь. Во имя Ісуса. Аминь. Аминь. Аллилуйя. 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 Сказали Ему, что нам Иисусу, да, что нам делать, чтобы творить дела Божьи. Иисус сказал им в ответ, вот дело Божье. Вот дело Бога, да, Божье дело. Чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал. В Евангелии Теана, в шестой главе написано это. И вы знаете, великое дело в этом все. Чтобы мы веровали в Иисуса, как в Спасителя своего, Господа своего. И через это мы принимаем все. И прощение, и исцеление, и все благословения. Я сам, не знаю, размышляю об этом постоянно. Тоже присядьте, да. Размышляю об этом постоянно. И когда совершаю хлебопреломление, допустим, утром, бывает в обед, вечером, по-разному. Вот преломляю хлеб, молюсь, рассуждаю о теле крови Христа. Что во Христе я прощен, исцелен, благоставлен. Такие простые вещи, но как трудно не даются вообще. Вот как тяжело, порой, ну, не знаю, какие-то стены какие-то проломить. И бывает так, там, одну стену сломал, другая стена какая-то, там еще вторую сломал, третьи какие-то преграды какие-то. Ну, не знаю, и касательно всего, наверное, такие преграды. Вот, но ничего. Это как там в фильме про терминаторы, да, когда там они там дрались, там, эти терминаторы. Вот, и там стены сносили, одну, вторую, третью, там, значит, вот. Вот, и вот какие-то стены нужно просто ломать, просто сносить их, эти перегородки, построенные в разуме. Вот, и это освобождение, я так понимаю, как вот и земли Израиля в древности освобождение, оно не сразу так вот на блюдечке все, с каемочкой. Оно, мало-помалу освобождение это происходило тогда, при Иисус Навине, допустим, да. И вот, и сейчас, вот, эта земля обетованная, да, Божья в нас, она отвоевывается как-то по-разному. Там, вчера я ездил на Борщевовку, там, молились за младенца, благоставлял дитя. Вот, обратно так получилось, там, рынок Днепро, называется? Днепро, да. Днепро, вот. Вот, и, значит, и в трамвай сажусь, это скоростной, и, значит, один мужчина садится тоже, и ко мне, о, отец Сергий, я его не сразу вспомнил даже. Давным-давно уже виделись мы, вот, здесь в Киеве он служитель от СНД, ну, давно еще, это в конце 90-х, вот, как бы так странно, так интересно, но он вспомнил меня сразу, вот, значит, и так пообщались, поговорили, пока там до вокзала ехали, так, вот, и я думаю, ну, слава Богу, вот, Господь вот дал, так, на человека пообщаться, так вот, по дороге. И тоже, вот, о чем говорили с ним, что, вот, он тоже заметил такую вещь, что, да, вот, точно, вот, мало-помалу, вот эта свобода, да, она приходит в жизнь, вот, освобождение происходит от чего-то, от каких-то представлений, какие-то старых, вот, и от всяких там, от суеверий каких-то там, от всего, вот, и, знаете, вот, в молитве «Отче наш» Господь говорил, да, Ольга, приветствую, дорогая церковь, благословений вам, да, слава Богу, слава Богу, надеюсь, тоже сейчас и Любовь Давидовна сейчас смотрит, тоже благоставляем вас во имя Иисуса Христа, тоже переживаю за вас, и молюсь за вас, слава Богу, вот, и знаю, что ранами Христа Иисуса мы исцелены, но вот вся мудрость-то, вот, вот, и вся таинство, да, как принять это, как принять? Что мы прощены, по идее-то, все миллиарды людей, сколько у нас живет-то на земле-то, матушки-то, знаете ли, огромное количество народов, вот, и как трудно уразуметь, как немногие уразумеют, действительно, узкий путь, да, тернистый, такой, непростой, очень широкие врата, вот, жить просто, как вот, как все, да, вот, не думая, вот, тесны врата, и немногие находят, да, эти ворота и этот путь, который ведет жизнь, а этот путь один, Иисус Христос, и я думал раньше, ну, и так, и сяк, значит, как это представить себе лучше, а теперь я понимаю, вот уже все более отчетливо понимаю, что, действительно, это требует работы над собой, да, и преображение, вот, разума, освобождение такое, и мне помогает от причастия, вот, не знаю, я нашел потом какое-то такое утешение для себя, вот, я размышляю, даже, вот, если в парке, там, прогуливаюсь, просто беру бутылочку воды с собой, да, вот, какой-то хлебушек у меня, я просто сажусь там где-то, раз, на скамейчике, помолюсь так вот, Бога поблагодарю, вот, и беру просто водичку и хлеб, казалось бы, да, но размышляю о теле и крови Христа, вот, и я понимаю, мне как-то, ну, лучше доходит вообще, лучше доходит о том, что мой Спаситель Христос, что я исцелен, я благоставлен, уже две тысячи лет назад это совершилось, а сейчас я, вот, ну, получаю это благоставение, принимаю это благоставение, вот, я, конечно, ну, не знаю, я молюсь о том, чтобы Бог дал просто мудрости, разума, как вот в простоте это принимать, вот, как принимать и как-то раздавать, знаете, Иисус ученикам, Он говорил о молитве, там молитва, отче наш молитва, вот, и там в молитве, там говорится, прости нам долги наши, да, как и мы прощаем должникам нашим, вот, и я, значит, не так давно вспомнил такую вещь, вот, и сегодня, вот, перед тем, как уже сюда, вот, идти на служение, вот, это прям, аж, меня аж, как пронизало, знаете, как бывает, что мысли когда-то приходят, прям, аж, как, тебя, как будто, прям, вот, проколола насквозь, прям, тебя, пронизывала насквозь тебя, вот, меня, прям, буквально пронизывало настолько сильно, что, вот, не знаю, вот, хоть не иди даже, вот, вот, не то, что не идти на служение, но, вот, просто, что, просто побыть с Богом хочется, такое такое настроение сразу вот я вдруг вспомнил что было тогда еще опять снова и снова вспоминаю на всю жизнь хватит наверное размышлений этих при первой нашей с ним встречи в 12 с половиной лет подросткам да и после этой встречи были такие сновидения в которых научился молиться научился обращаться к нему как к своему отцу приветствую слава богу вот и учился всему этому во сне один из слов у меня очень сильно удивил конечно когда бога впервые назвал да значит своим отцом я во первых то ну понятно пережил с богом встречу никакой теории не знал религиозной там не мусульманской не иудейской не христианской никакой не знал теории пережил с ним встречу хотел с ним пообщаться но не знал как вот я только лишь один имел образ общения один пример какой у меня был дан передо мной это вот заболеть умереть пообщаться с ним вот увидится с ним до ему в глаза посмотреть и вернуться вот у меня даже такая мысль в школе я а я была такая депрессия не депрессия но так тяжело без него вообще так так вообще туго и самое обидное знаете что тяжело в этом было в состоянии что понимаю что он вот он здесь вот да а одно дело засохнуть умереть там от жажды в пустыне где нет ничего да а другое дело умереть от жажды вот куча воды вроде бы да ну ты ее не пьешь и не можешь купить и это как это на фейсбуке кто-то из друзей выставил там фотку такую я ее она ушла потом в ленте я не нашел ее но такая интересная смешная там короче про котов я всяких там котов тоже себе копирую там фотки такие интересные короче там подпись такая что мама попросила коту оставить побольше воды и так такой кот сидит такой значит грустный и рядом бутыли с водой много бутылок всяких воды короче парень у него оставил коту воды как вот стоит и как он попьет вот он бы и рад бы у него не сноровки никак не может просто попить и все короче вот оставили кота с водой много воды ему оставили вот так вот да он засыхает кот вот вот так же вот мне было такое состояние что понимаешь вот он вот здесь вот да но вот как с ним можно общаться и как с ним можно увидеться я не знал сейчас тоже знаю что можно общаться с ними не выходя из тела не умирая без экстрима такого как без жесткого экстрима вот а тогда кто же подсказал бы мне не было никого кто подсказал бы вот и а мне хотелось хотя бы секундочку думаю глаза посмотреть хотя бы вот раз хотя бы снова увидится даже готов был все оставить лишь бы мне вот хотя бы увидеть вот и да слава богу приветствую присаживайтесь вот уже молились сегодня тоже и за листей ивановича за любовь давидовну за всех там кто подключился да слава богу еще подключились братья вот интернет церковь это хорошо но если вы в киеве все-таки то приходите все таки на служение хорошо потому что кто подключается я не знаю но пишут разные люди конечно потом почитаю сообщение потом сейчас не работать когда дома делают трансляции там в квартире там нормально там я прочитал все тут же сообщение сейчас не могу просто постоянно читать но надеюсь что доброе хорошее пишите там благоставляю вас всякие бывают моменты вот хотя некоторые приходится удалять там и в такой особенный молитвенный список называем черный список такой вот приходится мне он там довольно так вот серьезно да благоставляю этих людей там все прочее вот и по поводу да сегодня воскресенье да вот это воскресенье в традиции православной древней традиции полутора тысяч летнюю же она называется прощенная вот и тема прощения вот она вот действительно но вообще самая великая наверное тема вот вот из всех тем для человека один американский врач какой-то психиатр он владеет ну как не там своя клиника большая там известная в америке прочитал такое высказывание кто-то из христиан сделал тоже такой пост прочитал такую вещь что если бы вот ягод смог бы моим пациентам как каким-то образом убедить их что они прощены чтобы они могли простить себя свое прошлое оставить то половину моей клинике я могу выписать чуть не следующий день уже как то так мысли звучало вот а остальная половина говорит она была бы на выздоровление в очень ну кратчайшие сроки то есть он был убежден что большая часть проблем вот у этих психов начида в этой больнице была именно с непрощением а если там брать не но больных людей обратил но как мы принято здоровых людей да вот обычно это те же самые психи только как бы замаскированы как бы да в больнице этой психи которые распалились как бы да вот а в принципе здоровые люди тоже кто-то писал там никто негде писал там социальных сетях вот и вот значит вроде шутка шуткой а в этой шутке тоже шутка да приветствую слава богу вот на самом-то деле любому человеку даже если он совершенно здоров значит там и психически здоров но все равно вот эта душа психа да она нуждается в исцелении нуждается в исцелении в прощении и для нас для христиан вот одна мысль самая целительная мысль что бог во христе он примирил с собой весь мир что он простил нас и и примирился сам первым вот как я тоже такое сравнение тоже скажу что как вот просят прощения порой даже у людей да не самые виноваты как правило да тот кто больше всего любит ценят дорожит дружбы там вот отношениями да просят первым прощение даже если он меньше виноват или вообще не давать он все просят прощение то что он дорожит для него важнее вот эта дружба да любовь допустим да и дружба отношения вот и бог также он он до еще большей степени он любит больше и по сути то он не виноват ну там как бы можно спорить богословских вот как некоторые говорят богословы вот не создавал бы он бы древо там познание добра и зла как бы значит вроде как бы и и не было бы соблазна зачем как бы был искушать как бы значит молодая пара вот только еще они совсем еще первые часы их бытия значит совершенно девственный разум совершенно ничем не испорченный и вот тебе соблазн как бы значит некоторые богословы говорят а нельзя ли был то есть какая-то виновая на боге получается есть определенная много всяких философий в этом мире но я понимаю что он как адвокат если быть бога он не виноват действительно он создатель вот и но но самое интересное он просил прощения он примирился с нами через кровь сына своего через единородного своего то есть это величайшую цену он заплатил даже если там какие-то богословы и считают где-то бог где-то в чем-то виноват даже даже если даже если он сам первым попросил прощения а до христа он делал все для того чтобы вот как по-еврейски называть от шума чтобы вернуть людей к себе чтобы но чтобы люди вернулись в свое первозданное вот это состояние что ли призывал к покаянию до восстановлению истории аврама исаака якова патриархов одну-то очень хорошая иллюстрация что действительно бог не оставлял никогда человеческий вот в пророках он говорил всегда людям и всегда он ну будем так говорить призывал к возвращению покаяние еврейское слово шума да буквально возвращение вот и а в лице иисуса христа да в лице спасителя он вообще полностью примирился и кровь святая агнца божьего это свидетельство того что бог во христе действительно примирил с собой весь мир примирился и сейчас от человека что требуется в принципе вроде как немного и совсем просто принять это просто принять этот дар божий жизнь вечная во христе иисусе как написано возмездие за грех смерть а дар божий жизнь вечная во христе иисусе господи нашим то есть получается дар бога уже есть уже дар божий это спасение это прощение я прощу через кровь иисуса христа и исцелен и благоставлен вот все случаи исцеления какие происходили происходят каждый раз я понимаю что это она в первую очередь здесь и здесь происходит в первую очередь она внутри человека происходит внутри меня происходит внутри но людей других происходят потому что не знаю что-то меняется вот в отношении к богу в отношении вот в понимании того что бог он действительно простил меня он исцелил меня благословил я принимаю это прощение благословение слава христу слава богу вот и к чему я вот историю вспомнил вот почти 40 лет недавно с тем историю вот значит к тому что даже в молитве очень наш вот иисус эту молитву говорит ученикам да ученики просят учитель научи нас молиться но мы должны понимать что это было еще до того как совершился новый завет до того как пролилась кровь христа и до того как искупление совершилось поэтому даже на горной проповедь допустим и и молитва сама вот очень аж во многом еще они как бы как можно говорить ветхозаветный то есть они еще подзаконные и ветхозаветные и вот особенно там слова такие есть вот и прости нам долги наши как и мы прощаем блажникам нашим вот и в контексте если мы почитаем на горной проповеди там иисус он как раз и говорит дальше объясняет как раз ученикам и вот всем там собравшимся иудеям он объясняет что если будете прощать грехи да то и вам проститься а если не будете то и вам не проститься то есть это чисто ветхозаветное такое представление о прощении и непрощении вот новозаветное наступило с момента вот действительно пролитие крови христа трансформация такая разума мышление я представляю как трещали мозги апостолов да особенно петра который был там таким ревностным все на счет да яков они пишут там своих посланиях там у них вот такая борьба такая да и дела и вера а павел павел он вообще он он конкретно прямо откровение у него а вере о том что через веру праведность божья мы принимаем ее и что вообще иисус это действительно как новый адам родоначальник нового человечества вообще это это настолько революционно по сути вот то что апостолы писали да сразу после вот смерти воскресения христа да они по сути вот впервые в те первые десятилетия истории церкви то они по сути писали вот это свое понимание вот это свое толкование объяснение того что произошло будучи вадимом безусловно духами духом святым вот и это все происходило но новозаветно через кровь христа по-другому никак в молитве очень наш совершается уже нет прости нам как мы прощаем да а мы принимаем прощение при ним я принимаю прощение как новозаветный верующий через кровь христа я принимаю прощение я прощен и я имею тогда уже эту силу прощать и я это прощение могу раздавать людям уже то есть я прощен и я могу прощать это совсем другое уже это это уже даже не так а вот простить не простит и кто его знает какой-то виллами на воде писано а это прощение безусловное то есть я прощен безусловно просто даже за красивые глазки да приветствую слава богу слава иисусу христу вот а здесь даже и не за красивые не за глазки и и не за что вот вот просто так как-то мультики помните там старом еще советским там а за что а просто так весь мультик по простой мультик а там сама идея очень христианская данном идеи то я думаю надо ее как-то там это написал ну ладно а насчет надеюсь не любители мультиков но иногда можно как иллюстрацию такую даже вот короткий там мультик такой вот а за что такой удивленный зверек за что а просто так просто так и вот и вот это понять и тогда вот извергите все счастливы потому что просто так потому что вот действительно он просто так вот и вот нам вот так же бог дал ни за что-то и и и не за какие-то там значит там доблести наши там да значит не из какие-то наши там заслуги абсолютно под просто так а еще некоторые проповедники очень интересно так рассказывают я тоже и чарльза стоялись слушал там и другие фактических проповедников американских на эту тему обращения тоже очень интересные вещи говорят братья и одна из мыслей таких я вот подчеркнул тоже в эти дни тоже для себя вновь и вновь так вот уяснил что очень часто это происходят вот непонятки да в христианстве из-за как бы непонимание проблемы греха потому что попытка заработать спасение до освободиться от греха самостоятельно до заработать спасение из-за и просто непонимание сути проблемы греха допустим если мы допустим человеку сказали бы да вот вдруг выяснилось у тебя долг на тебя повесили огромный долг вот не знаю там 100 тысяч гривен допустим да там значит надо как-то постараться этот долг как бы отдать потом выяснилось миллион допустим миллион а 10 миллионов а 100 миллионов а миллиард я не знаю там ну еще сумму назначай вот и мало кто в киеве даже из таких богатых людей которые ну как с пальцем вееры значит там смогут так вот миллиард дать и вот отдать понимаете вот об а больше сумма а еще больше сумма а такая что все даже все олигархи мира скажем нет это невозможно все это невозможно вот а дело в том что грех это не просто сумма определенным которым мы можем могли бы выплатить какой-то в течение жизни нет она такая огромная что не хватило бы ни здоровья ничего абсолютно всю жизнь пропахал бы отдавая долг долги и даже на миллиметр бы не продвинулся в абсолютно проблема греха она действительно это огромна и поэтому выход один раз это сумма совершенно баснословная она просто в нули эти все в человеческий даже разум не помещаются но я могу представить на этом миллион долларов могу представить допустим да я видел наличие вот купюрами дамы счет пачках как в кино показывают допустим видел вот представить допустим больше суммы могу представить себе там по фильмам да как там показывают раз там на счетом джеки чан показывает большой чемодан так вот о том вообще немерено этих денег вот как у дураков антиков говорят на счет этих денег у него там вот в фильмах могут показать а какие то еще ну как лимукович возил там такие большие машинские да там полностью завалены этими купюрами можно себе представить а представить себе какую-то еще более огромную сумму приветствую да которую просто она нереально приветствую слава богу я не могу просто нулей в голове не поместится так вот проблема настолько огромная греха сильнейший что никто и даже из нас в отдельности и все человечество вместе скинувшись не могло бы ничего сделать с этой проблемой абсолютно даже бог говорит а что вы мне принесете животные все на горах они так мои вот земля сама по которой вы ходите она моя воздух который вы дышите это это все мое что вы можете мне принести земля под ножи ног моих говорит вообще да вы что вы хотите что-то мне еще принести и и знаете интересно что бог сам заплатил эту сумму эту эту стоимость это бесценный подвиг был бессмертный подвиг был совершен то есть то что на кресте совершилось это прощение всех и вся прощение всех и вся просто было заплачено потому что никто из нас никогда бы не смог даже близко заработать все это поэтому наша задача просто принять это прощение и я понимаю так что приняв прощение я тогда могу по-настоящему прощаться не как ветхозаветный принцип да который был тоже и изложен и в нагорной проповеди прости нам как и мы прощаем да это ну око за око зуб за зуб значит это понятно да прости нам как мы прощаем вот это понятно а вот безусловно это очень сложно как как это может быть вот он просто простил и если он простил да и да стоп не если он простил меня я если я принял это прощение то я могу прощать тогда я действительно могу прощать вот и насколько я принял прощение его настолько я и могу прощать если принял совсем немного то я на немного и могу прощать если безусловно все то тогда я могу и всех и вся простить вот в чем секрет то поэтому когда вот мы говорим о прощенном да вот не в сегодняшний день он называется когда прощеное воскресенье на самом деле все до гениальности просто вот принять прощение быть прощенным и прощать потому что как быть исцеленным и исцелять да вот быть благоставленным и благоставлять вот это вот но она не знаю это божий секрет божьего божьего царства божьего величества слава богу да а дело божье о котором я прочитал оно очень просто для тех кто похоже подошел или подключился попозже приветствую да приветствую всех слава богу и крымчан приветствую включились тоже надеюсь и наш тоже епископ юрий тоже сейчас подключился так дело божье из евангелия от иоанна и шестой главы прочитал я 29 стихе написано что иисус сказал вот следующее вот дело божье он сказал чтобы вы веровали в того кого он послал по сути вот вот и вот и все вот а что что делать как какие дела можем сделать да дело божье одно чтобы мы веровали в того кто был послал богом в иисуса как настоящего христа сына бога живого поэтому христианство оно и сложно одновременно и и просто одновременно просто как знаете вот перефразировав там старые коммунистические дам эти лозунги я так скажу мы говорим я говорю христианство подразумеваю христос я говорю христос подразумеваю христианство для меня христианство это христос для меня другого нет убери христа оставь все остальное в христианстве это уже не христианство для меня оставь одного христа все убери остальное это это христианство христианство это сам христос слава богу вот так вот друзья спасибо господу за все помолимся да если возможно телефон беззвучно сделать да слава богу вот и помолимся тоже и те кто подключились сейчас подключены надеюсь мои тоже сейчас смотрят вот обещали так что привет тоже журавлевых целые стаи журавлей да так что благословение вам тоже всем во имя христа вот и благоставляю супругу свою сейчас тоже и на сергеевну доставляю наших детишек внуков котов наших всех короче всех благословляю все смотрят обычно трансляции да спасибо тебе господь и все благодарю тебя за это дело божье которое обозначено в писании записано в словах иисуса в этой 6 главе и она благодарю тебя за это великое дело и дело действительно не какое-то религиозное не какое-то оно такое замудренное оно простое до гениальности просто простое веровать в того кого ты послал веровать в иисуса как в христа сына бога живого веровать как своего спасителя господа своего боже всемогущий я благодарю тебя за эту простоту евангельскую благодарю тебя что через веру в иисуса христа я прощен имею имею жизнь вечную потому что верующий в сына имеет эту жизнь вечную действительно так я имею жизнь вечную прощение и могу прощать исцеление и могу исцелять благословение могу благословлять боже какие-то шторки еще в разуме в сердце пусть ломаются сегодня во имя иисуса христа боже и я благословлен прощен исцелен благословлен всеми благословениями небес через кровь божественную иисуса христа боже спасибо тебе за все благодарю тебя ты иисус христос сын бога живого господь и спаситель мой ты и есть мое христианство ты моя вера ты моя победа ты моя надежда благодарю тебя ты мою любовь за голгофу за кровь мы тебя благодарим за воскресенье твое за победу твою за воскресенье твое за победу твою благодарим тебя иисус благодарим тебя иисус благодарим о дух святой за все мы благодарим за все мы благодарим за все мы благодарим за голгофу за кровь мы тебя благодарим за воскресенье твое твоим за победу. иисус Воскресенье Твое, за победу Твою, благодарим Тебя, Отец, Благодарим Тебя, Иисус, Благодарим, О Дух Святой, за все мы благодарим, за все мы благодарим. Отец и Сын и Дух Святой, Благодарю Тебя, Боже Всемогущий, благодарю Тебя за это служение, за это собрание. Боже, и сегодня, когда, Боже, миллионы людей говорят о прощении, просят прощения, Боже, помоги сегодня действительно миллионам и миллионам людей принять прощение Тебя, дар Божий во Христе Иисусе, жизнь вечную. Твое исцеление, Твое благословение, Боже Всемогущий, благослови народ свой миром, своим шаломом, во имя Иисуса Христа, благослови Господь, слава Тебе за все, благодарю Тебя. Аминь. 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 Пожалуйста, присядьте, друзья, братья, сестры, отец Виктор тоже поделитесь, да? Так, слава Богу. Давно вас, идите сюда. Как раз, слава Богу.